Привет, я Сидрот. Добро пожаловаться в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мой гость умер от сердечного приступа. Он знает, что происходит, когда ты умираешь. Он знает абсолютно весь процесс. Он знает, как выглядят небеса. Он вернулся оттуда полностью исцеленным и имеет для нас очень срочное послание с небес. Смотрите далее. Далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Такого в моей жизни еще не было. Мессианский еврейский раввин, раввин Халперн, звонит мне и говорит, «Сид, прямо сейчас у меня в комнате находится ангел». «О, Феликс, это не было нормой до того, как произошла та медицинская ошибка». «Не так ли? Что же это за медицинская ошибка такая?» «Я был очень далек от этого. Но затем я умер из-за врачебной ошибки. Количество таблеток, рассчитанное на 7,5 месяцев, я выпил за 29 дней. Этого не должно было быть. Серьезная ошибка. За месяц мое тело стало полностью отравленным. Врачи назвали реакцию моего организма внутренней бурей. Последнюю неделю мое тело горело огнем, сильно болела грудная клетка, и каждая мышца спины были все признаки инфаркта. Но я почему-то считал, что все пройдет само по себе. До последней, самой ужасной ночи, когда боль стала вообще нестерпимой. В 3 часа ночи я спустился в гостиную, и мое сердце прямо там остановилось. Оно больше не могло снести эту боль. И в одну долю секунды моя душа вышла из тела и начала подниматься в духовном измерении. Я даже смог увидеть на диване свое безжизненное тело. Пришел ангел, и там, в духовном, горизонтальном измерении, он начал двигаться надо мною своими руками. Я видел его тело. Оно было мощное, славное и сияющее. Я видел, что он обладает властью и огромной силой. Справа от себя я увидел солнечный яркий свет. Это был тот самый свет в конце туннеля. Подобное тем туннелям, какие мы видим с вами в метро. В момент смерти всякая боль, которая так мучила меня, просто отступила. Тебя, наверное, в это время охватил страх. А в момент смерти всякая боль, которая так мучила меня, просто отступила. Пришли мир и радость, и у меня вообще не было никакого страха. Но мое путешествие при этом продолжалось. И вдруг я оказался перед небесным престолом. Что ты увидел? Огненное кольцо. Тебя переполняют эмоции. Почему? Меня переполняли эмоции там, перед престолом. Престол был окружен огненными кольцами, кругами славы. Это были кольца, уходящие в глубину. Они защищали этот престол. Я тут же пал лицом вниз. Я помню, что прикрыл глаза, потому что свет славы был настолько ярким, что я не мог смотреть. Мне пришлось прикрыть глаза руками. И даже сейчас, всякий раз, когда я поклоняюсь в Божьем присутствии, я прикрываю свои глаза руками от ослепительной Божьей славы. Я лежал перед Божьим престолом. Я видел престол Господа, видел Его ноги. Престол стоял на кристальной поверхности моря. Это было третье небо. Итак, там на небесах я стоял у реки, и мне казалось, мне казалось, что эта река проистекала из самого престола. Я не знаю, куда именно она текла, но я видел движение этой реки. Вода в этой реке была удивительной. Она была кристально чистой, чище, чем в любой точке мира. Даже в самых высоких горах, самыми чистыми горными источниками, вода в этой реке была чище и прозрачнее, чем любая самая кристальная, чистая вода в нашей природе. Я видел эту воду и понимал, что она приносит жизнь. Над ней этой реки лежали драгоценные камни, драгоценные минералы. Они отсвечивали яркими оттенками. Это были бриллианты, изумруды и рубины. Каждый из них был совершенным. В воздухе вокруг витала жизнь. Жизнь была во всем, и все вокруг давало жизнь. Во всем этом был естественный ритм, данный самим Творцом. Насколько свободно ты себя чувствовал? Я ощущал себя птицей, которая впервые вспарила ввысь. Я представляю себе птицу, которая впервые вылетела из гнезда и впервые ощутила ветер в своих крыльях. Я ощущал, что означает быть нетленным, когда ничто тебя не ограничивает. Ты можешь перемещаться в воздухе, и перед тобой нет никаких земных преград. А когда ты был послан назад, когда ты вернулся в свое тело, это был болезненный процесс? Тебе было страшно в тот момент? О, нет. Когда наступил момент, чтобы Бог снова вдохнул в меня жизнь, откуда-то, из ниоткуда, пришло дуновение ветра. Этот ветер прошел в мои ноздри и в мой рот, и спустился в глубину моих легких. И затем я как бы сделал вдох. Как мы делаем вдох? Когда всплываем после того, как были под водой. Вот так. Я снова задышал, как будто до этого я утонул. Я снова мог сделать глубокий вдох во все легкие. Я пришел в себя прямо там, у себя в гостиной. Я покачал головой и воскликнул, а что это было? Потом я осознал, что только что со мной произошло. «Господь вернул меня к жизни». Когда Бог тебя воскресил, ты снова пошел ко врачу. А что сказали эти врачи? О твоем здоровье? О том, в каком состоянии, твое сердце? Врач сказал, «Я не знаю, что заставило вашу кровь так циркулировать». Но у вас кровообращение не пожилого мужчины, а молодого жеребца. Вот такие перемены с нами делают небеса. Но здесь, на земле, у нас еще полно дел. Я знаю, что вы готовы услышать срочное послание, которое Равин имеет для вас. Бог вернул его на землю, чтобы вы смогли услышать это послание. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Равин Халперн, спустя три дня после того, как ты умер, и затем Бог вернул тебя на землю, после того, как твое совершенно отравленное препаратами тело стало полностью здоровым, после того, как ты побывал на небесах, Бог доверил тебе срочное послание. Я захвачен этим посланием даже больше, чем вы можете себе представить. Что Бог сказал тебе о псалмах? Мне было очень любопытно, какой теперь будет моя новая жизнь. Я понимал, что прежнего Феликса больше уже нет. Когда Павел говорил, «Я знал человека, побывавшего на третьем небе», я хорошо понимаю, что он имел в виду. Он знает этого человека, но говорит о нем в прошедшем времени. Точно так же, как для Павла, этого человека больше не существовало, так же не было и прежнего Феликса. Я спросил Господа, могут ли люди на земле пережить то, что Он показал мне там, на небесах. Я знаю, что не могу передать опыт смерти и возвращения к жизни, но я знаю, что люди тоже могут испытать такой мир и такую славу Божию. Бог велел мне первые три дня питаться только из одной книги во всей Библии. Я обожаю изучать Слово Божие. Я посвящаю этому много времени. И поэтому у меня было такое впервые. Я должен был погружаться только в одну книгу во всем Писании. С сентября 2019 года я до сих пор пребываю в одной этой книге. Бог все еще показывает мне многие аспекты в этой книге. Бог сказал мне, чтобы я изучал книгу псалмов, и Он обещал мне, что покажут мне псалмы Его славы. Слова, которые Он записал, слова, которые приносят Ему честь и славу и возвеличивают Его. так три дня приросли. Сначала в 30 дней, потом в 90 дней и так далее. Бог захотел, чтобы я лишил свою душу таких естественных вещей, как нужды, заботы и тревоги. Бог так задумал для нас, что мы должны приходить к Нему и молиться. Это важно. Мы знаем, что Слово Божие учит нас соединяться с Господом в молитве. Мы должны прикасаться к краям Его одежды, хвататься за нашего Господа и умолять Его помочь нам. Но я вдруг осознал, что моя культура молитвы базировалась в основном на том, чему меня научили с детства. Но эта культура ошибочна. 80% наших молитв — это молитва за нужду. Мы о чем-то просим Бога, об исцелении или еще о чем-то, и мы, конечно, имеем право просить Бога об этом. Но я увидел, и Бог показал мне, что это формирует в нас дух вечно нуждающегося человека. Так мы не сможем прорваться в жизнь свободы, в жизнь с избытком. И это мешает нам пребывать в благодарности Богу. Если только мы вырываемся из духа нужды, нас сразу охватывает чувство благодарности Богу, и мы испытываем блаженство от всего, что видим перед собой. Я призываю людей изменить их молитвенную жизнь так, чтобы 80% молитвы возвеличивали Бога, и только 20% были просьбой восполнить их нужду. Итак, ты берешь отдельные псалмы, возвеличивающие и прославляющие Бога, изменяешь свои привычные молитвы этими новыми молитвами, молитвами поклонения и благодарения Творцу. Когда я просыпаюсь и начинаю молиться, если я возвращаюсь к образцу молитвы, когда я в основном только прошу о чем-то, Бог останавливает меня. Он говорит, ты должен меня прославляться. Приведи пример. Возьми какой-нибудь псалом и покажи нам, как ты ищешь Бога в своей тайной комнате. Покажи, пожалуйста, как ты это делаешь. Это невероятный опыт, который должны перенять все мы. Пожалуйста. О, Господь, небеса проповедуют славу Твою и о делах Твоих вещает тверц. Твои пути неисследимы. Нам не понять и не объяснить дел Твоих рук. Ты Отец, Бог Силы и Бог Славы. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Ведь нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Ты сотворил небо и землю. И как только я поднимаю взор на небеса и вижу величие небес, я убеждаюсь, что ты Отец, Бог Славы, и что ты жених, который скоро грядет, вернется за своей невестой. Мы вместе с твоей невестой ожидаем тебя. И слава твоя прошла по всей земле, превыше небес. Вот такие размышления над Божьим Словом начали формировать мое время с Господом по утрам. И не только по утрам. Я хочу сказать тебе, что я тоже начал искать Бога подобным образом. Я верю, что теперь я буду видеть больше отвеченных молитв просто потому, что я прославляю и возвеличиваю Бога больше, чем если бы я все время только перечислял нужды своей молитвы. Сид, у меня именно это и начало происходить. Я вижу больше ответов на свои нужды теперь, когда я возвеличиваю Бога и пребываю в Его славе. Все дело в том, что земля полна трудностей, когда на небе все просто. На земле кругом одни сплошные нужды. Разве ты, я или кто-то из наших зрителей когда-нибудь окажется без нужд на земле? Конечно, нет. Если сегодня Бог ответит на наши молитвы, уже завтра у нас появится новая нужда, за которую нужно будет опять молиться. Дети, внуки, служение, страна, любые другие сферы жизни. после грехопадения у человека всегда будут нужды. Мы живем в смертных слабых телах. Писание говорит, «Отец, что есть человек, что ты помнишь о нем? Иногда я ощущаю себя жалким муравьем в таком большом мире на фоне величия Бога». Сид, ты спросил меня о чувстве свободы, которое я ощутил. Я ответил, что я ощутил себя как птица, которая впервые воспарила ввысь. Но в этом измерении свободы изменилась вся моя жизнь. Я ощущаю себя просто наблюдателем со стороны. Я здесь на земле в гостях, я чувствую себя отстраненным от забот этого мира. Я никогда раньше не ощущал такой свободы. Иисус в Новом Завете ясно говорит нам, что мы в мире, но мы не от этого мира. И сейчас, как никогда раньше, я ощущаю, что я не от этого мира. Поначалу это было сложно, особенно сложно порой было моей семье. Они должны были адаптироваться к этим переменам во мне. Они наблюдали, как я выходил на улицу в ветреный день просто для того, чтобы ощутить ветер. Я чувствую в ветре необыкновенное ощущение свободы. Оно осталось во мне с того момента, как я ощутил ветер на небесах. Я ощущаю свободу в дуновении ветра. Я выхожу на улицу во время дождя. Дождь падает мне на голову. И со стороны я выгляжу как безумный. Но мне все равно, потому что Бог посылает дождь для освежения. Он просто дает нам радоваться жизни. Зная, что с тобой произошло, ты понял, что у тебя только один зритель, и только перед ним ты и живешь. Ходишь и существуешь только перед ним одним. То, что я вижу вокруг себя, стало вдохновлять меня прославлять Бога Творца. Я встаю каждое утро в три утра и наблюдаю рассвет, любуюсь лучами солнца, и преклоняю колени прямо на дороге, чтобы поклониться Господу. Мне все равно, что думают люди вокруг. Однажды одна девушка-мусульманка спросила меня, что я делаю. Я начал рассказывать ей о Боге. Откуда она взялась, я понятия не имею, но в тот день она шла по улице и увидела то, как я поклоняюсь Господу. Теперь я замечаю даже самые маленькие детали. Я замечаю издалека строение коры на дереве или структуру листьев, то, как падает дождь на землю. Разве ты не обращал внимания на эти детали? Нет, я взял на прогулку своего внука и сказал, Хадсон, мы будем смотреть на красоту Божьего Творения. Возможно, для кого-то это странно, но мы собирали желуди, цветочки и даже рассматривали жучков. Я сказал ему, Хадсон, все это сотворил Господь, все это дело его рук, и я восхищаюсь всем творением во всех мелких деталях, во всем. Ты прославляешь Бога за его творение. Я изучаю Бога, восхищаясь природой, я поклоняюсь Творцу Всевотворения. Поэтому каждый день это приключение, мои глаза и уши широко раскрыты, я уже не так много говорю, я больше слушаю. Если я в магазине встречаю кого-то, я больше слушаю, чем говорю сам, я прислушиваюсь к их сердцу. Бог дал мне способность проницать, видеть, что человек чувствует внутри. Я вижу состояние души человека. А раньше ты этим даром не обладал, ведь нет? Нет, я даже вижу, что с человеком произошло в детстве. Это помогает мне понять, как я могу о них молиться. Я начинаю молиться об их исцелении, о том, чтобы Бог залечил их раны. У тебя теперь больше сострадания к людям? Намного. Намного больше. Ты теперь больше инвестируешь свою жизнь в людей? Да, это мой дар. На все сто процентов. Ведь такое призвание я получил от самого Господа. Ты сказал, что послание о Мессии это срочное послание. Да, ведь никто не знает, когда вернется Мессия. А мы думаем, что у нас вся жизнь впереди. Мы столько всего себе распланировали. Но Библия говорит, что наша жизнь как трава, которая может засохнуть в один день. Моя жизнь я благодарен Господу, что Он вернул меня на эту землю и восстановил всю мою жизнь. Иначе меня бы здесь не было. Бог напомнил мне так, что это крепко запечатлелось в моем сердце, что люди должны срочно примириться с Ним, с Богом. Люди должны помнить, что их жизнь может оборваться в любую минуту. Может произойти авария, или вы получите смертельный диагноз. Мы не можем планировать наперед. вопрос, куда они попадут после смерти? И также те, кто не познал Господа, не смогут испытать славу Божью, Его мир и радость. Человек либо воспарит во славу небес, либо упадет в саму глубину ада. А ад это ужасное место, темное место, и от этого душа моя сжимается болью за людей. И поэтому я не успокоюсь. я буду до конца возвещать послание о спасении, чтобы люди не попали в ад. Так что примиритесь с вашим Богом. Мы все знаем это на интеллектуальном уровне, но есть большая разница между интеллектуальным знанием и тем, когда это знает каждая клеточка тела. Равин Феликс не знал, что он умрет. В его случае это была врачебная ошибка, но смерть может подстерегать нас в любой момент. Многие люди умирают, когда попадают в аварию. В них кто-то врезается. Мы не знаем, что может случиться. Но вот что я знаю точно. Бог благ, если вы произнесете со мною эту молитву. Причем лучше всего, если вы сделаете это вслух и прямо сейчас и скажете эти слова от всего сердца, то Бог услышит вас, не потому что вы заслужили, о нет, но потому что Бог, благой Бог, и на этом все. Точка. Произнесите эту молитву вместе со мной. Дорогой Бог, скажите это вслух. Дорогой Бог, я грешник, я согрешил против тебя одного, и я прошу у тебя прощения. Я верю, что кровь Мессии Иисуса омывает все мои грехи, и ты больше не вспомнишь ни одного моего греха. И вот теперь, когда я очищен от всякого греха, Господь Иисус, приди и живи внутри меня, будь моим спасителем, я делаю тебя Господом моей жизни, я хочу познать тебя на личном уровне, не понаслышке, а лично. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Вы увидите чудеса и знамения. Это станет знаком моей силы. Не привыкайте к ней. Настал сезон для чудес и знамений. Придите ко мне и станьте ковчегом моего завета для свидетельства неверующим о божественной и человеческой природе Господа. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом». Сиджи